«Слух носится, что ждут князя Михаила Скопина со шведами. Когда они придут, то займут Троицкую твердыню. И могут быть нам опасны. Пока еще они не окрепли, пойдем смирим их, а если не покоряться, то рассыпем по воздуху их жилища». Так говорил литовский магнат и полководец Сапега своему союзнику Лжедмитрию II. Осенью 1608 года их силы сжимали Москву в кольцо, оставалось как следует подступить к ней с северо-востока, где находилась знаменитая Лавра. Добротная каменная крепость с шестюметровыми стенами, 110 пушек. Однако, как манила разорителей, богатая монастырская казна и кладовые с хлебом. 23 сентября 1608 года враги подошли к обители. Они знали, что внутри слабый гарнизон можно написать несколько прелестительных писем и ворота сами откроются. Тем более на троне в Москве сидел крайне непопулярный царь Василий Шуйский. Не будут же ради него люди идти в могилу. Но получили они ответ. «Каябо польза человеку, возлюбите тму паче света и приложите истину на лжу, и честь на бесчестие, и свободу на горькую работу. Как же вечную оставите нам святую истинную свою православную христианскую веру греческого закона? Или кое приобретение и почесть, еже оставите нам своего православного государя-царя и покоритеся ложному врагу? Но не всего мира не хочем богатства против своего крестного целования». Этот ответ недругом составил архимандрит монастыря священномученик Йоасав. И он имел историческое значение. В каком-то смысле с этого начиналась сборка русской нации. Ответ архимандрита распространялся по окружным городам. И там, в разочарованной и разоренной стране, стали внимательно следить за происходящим. На стенах находился небольшой отряд стрельцов князя Григория Долгорукова. Их воеводы над мощами Святого Сергия поклялись сидеть в осаде верно, без измены. Однако всех защитников было в пять-шесть раз меньше врага, шансы неравны. Поляки бить из-за всех туров и бьющий по граду шесть нидей беспрестанно, из-за всего наряду, и из-за верховых разжженными, то есть раскаленными, железными ядры. Наконец, в ночь на 14 октября пошли на приступ. Накануне Сапега устроил в своем стане большой пир и веселье. Разгоряченные вином его воины пошли на штурм. Шумно, со знаменами под гром пушек и даже с турусами, то есть передвижными осадными башнями. Однако огонь монастырских пушек был таким метким, что наступавшие в основном даже не дошли до стен. Это был первый неудачный штурм, но сколько их еще будет, и сколько отчаянных вылазок сделают сами осажденные. В одной из них они обнаружат подкоп, ведший под монастырь. Ценой своих жизней его подорвут крестьяне Клементьевский Никон, Завом и Шилов до Слота. Поляки проявят редкую изобретательность в осаде. Кроме помянутых прелестных писем, подкопов, турусов, они используют лазучика, некоего трубача Мартиша, который перебежит в монастырь и попробует действовать изнутри. Они будут лишать монастырь воды и дров и хлеба. Однако тяжелее всего сидельцы пережили зимнюю цингу и тесноту. Многие люди из скотин оставались без крова, жены рождали детей пред всеми людьми, и негде было укрыться за своей срамотой. Болезни выкосили почти весь гарнизон. Под конец против всей армии врага оставалась пара сотен, а из всей братьи после осады выжило только шестеро. Это было буквально чудесное спасение. Монастырь выдержал все штурмы. Причем в последнем, в суматохе, поляки и литовцы сами открыли друг по другу огонь. И, наконец, спустя 16 месяцев, троица Сергиева Лавра дождалась подхода подкреплений и получила долгожданный глоток свободы. Смута была далека от завершения, но это было начало ее конца.